Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах республики зарегистрировано 52%. Обращаю внимание на то, что в районах республики зарегистрировано больше, чем в городе Якутске. Это тенденция последней недели. В связи с этим сейчас базовое внимание республиканского оперативного штаба нацелено на санитарно-эпидемиологическую обстановку и работу оперативных штабов в районах наших республики. Сегодня на оперативном штабе с районами республики глава республики заслушал районы разных групп республики, таких как Абыйский Улус, в котором сейчас осложнилась обстановка в селе Абый, осложнилась обстановка в Нюрнгринском Улусе, где слабо соблюдается мера санитарно-эпидемиологического надзора и контроля, и возникают проблемы с работниками, которые приезжают на работу для работы вахтовым методом, на временные работы. И был рассмотрен вопрос по соответственной ситуации в Кабайском Улусе, заслушанный, с точки зрения учетов того, что Кабайский Улус относится к категории тех территорий республики, в которых есть труднодоступные отдаленные населенные пункты, в целях того, чтобы при сегодняшней природокрематической ситуации люди в этих населенных пунктах имели и медицинскую помощь, и лекарства. На 16 февраля 2022 года у нас лечение в стационарах получают 6,7% больных, в амбулаторных условиях 93,3%. Еще раз акцентирую внимание на то, что в тяжелом положении находящиеся люди не имеют вакцинации. В связи с этим обращаю внимание на необходимость ревакцинации. За сутки в республике выздоровело 4329 человек, и продолжается процедура вакцинирования. Первым компонентом это 588 220, что практически составляет 82% от взрослого населения республики. Но необходимо обратить внимание на ревакцинацию, которая осуществляется в поликлиниках нашей республики. Всего 57,8% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации, эту ревакцинацию прошли. Еще раз делаю акцент и обращаю внимание о вас, граждан нашей республики, о том, что иммунитет можно получить лишь только в результате вакцинирования. За прошедшие сутки единым колл-центром обработано 1398 ходящих звонков. Врачами Центра дистанционной аудиоконсультации проведено 616 аудиоконсультаций. Также на аудиоконсультациях используются как наши профессора, так и наши доктора, кандидаты медицинских наук, а также, соответственно, работники медицинских учреждений, которые сейчас более в свободном режиме находятся. Лабораториями республики проведено 5041 исследование. Единым центром амбулаторного приема граждан Нарви на базе Триумфа принято за вчерашний день 166 больных. Количество больных, обращающихся в единый центр Триумф, уменьшается. Необходимо обратить внимание, что такой же центр существует в городе Мирном. В нем было принято за прошедшие сутки 51 житель Мирненского района. Продолжают работать волонтеры в нашей республике. В целом ими обработано, задействовано 50 волонтеров и обработано соответствующее количество заявок. Оказывается, помощь нашим пожилым гражданам и тем гражданам, которые находятся на режиме самоизоляции. Уважаемые жители нашей республики, обращаю ваше внимание, что в ряде муниципальных образований с дистанционного формата вернули школы на очный формат. В связи с чем, обращаю внимание на необходимость как соблюдения родительского контроля за тем, в каком состоянии ребенок все-таки идет в школу, в каком состоянии вы уйдете ребенка в детский сад, а соответственно учреждением образования проводить очень жесткую термометрию и соответственно принимать меры для того, чтобы нормы санитарно-эпидемиологического контроля в школах соблюдались и не было возможности распространять заболевания среди школьников нашей республики.